Всем доброе утро! Давно я не записывала видео из окна. Посмотрите, какая у нас замечательная погода на улице. Солнышко и плюс 2 градуса. Окна, правда, грязноватые, но уж какие есть. Это просто красота и настроение сразу лучше. Все-таки я зависима от погоды, ребят. Я очень жду весну, потому что зима уже надоела. Надоел этот вечный снег. У нас вчера опять был снегопад, и снег уже такой, знаете, с плюсовой температуры уже мокрый шел, не очень приятный. Мы с Сашкой ходили на занятия, это все в лицо. В общем, сегодня такая погода. Сейчас мы покушаем и пойдем с ней к логопеду. А Дима у нас занимается, проходит обучение, он дома, но он занимается по ноутбуку. Поэтому мы сегодня пока в первой половине дня с Сашулечкой вдвоем идем. Вот так она нас-то читает. Ну, не стесняйся. Не стесняйся, Додь. Я стесняюсь. Ну, она не совсем читает. Она, конечно, может читать, но она смотрит на картинки, как я уже говорила, и рассказывает, да? Да. Уже по картинке. Ну, и плюс то, что вот она запомнила, это мы вечером читаем книгу. Покажи, как она у нас королев. Да? А я вам хочу рассказать, там, я просто там упал, показать. Так, вот видите. Вот. Я хотела вас поблагодарить. У меня недавно вышло видео приготовления дарницкого хлеба на закваске. Огромное спасибо за комментарии, за то, что досмотрели до конца. Кто-то написал, что это очень тяжело. На самом деле, ребята, это не тяжело. Это вот я дольше записывала это видео. Конечно, вот, может быть, не очень такой вот процесс быстрого введения закваски. Но вы ее выведите один раз, и она у вас будет стоять в холодильнике, и вы будете ее просто обновлять. Печать все время хлеб. Поэтому, на самом деле, не так все страшно. 10 минут с вечера приготовления замес. А утром где-то 30 минут у меня уходит до расстойки. А уже после расстойки, что там, включить духовку и все. Поэтому, кто, например, сомневается, кто-то, вот, может быть, давно хотел, но посмотрел видео, скажет, ой, да нет, это очень тяжело, я не буду заморачиваться. Ребята, я вам рекомендую, честное слово. Потому что, на самом деле, не так это все тяжело. А получается хлеб действительно очень-очень вкусный. Потому что я бы не поделилась рецептом, если бы он был непроверенным. Поэтому дерзайте, у вас все получится. Я читала, не читала, а посчитала по ингредиентам, сколько себестоимость выходит этого хлеба. У меня получилось где-то 45-50 рублей. Но там все в зависимости от муки по стоимости. Поэтому не слишком уж дороже, чем продается в магазинах. Опять же, повторюсь, хлеб получается очень-очень вкусным. Хотела вам еще сказать такую вещь, что я решила не добавлять на влоговом канале рецепты. Ну, может быть, кому-то неинтересно. Потому что многие любят смотреть влоги, им рецепты не очень интересны. Поэтому у меня есть еще один канал, называется «Дома вкуснее». Я его сдала в прошлом году на даче, когда мы были. Там я добавляла рецепты заготовок. Кабачки мы морозили. Потом с Сашулечкой там пиццу еще делала. Кому интересно, обязательно присоединяйтесь. Я буду очень рада видеть вас и на том канале тоже. Пять-таки мы только вышли. Ну, по-моему, это весна. Вообще прекрасно на улице. Птички щебечут. Солнышко, тепло. Только вот горы снега у нас тут по-прежнему лежат. Да, вообще. Повернулась уже на весну. Идочка. Уже прям так хочется. Уже, честно сказать, зима надоела. Тем более в этом году. Это прям такая снежная зима. Снег лечит. Не каждый день идет. Посмотрите вообще, какая красота. Прям солнышко светит. Такая редкость для нас. Это солнышко. И уже, знаете, вот я стою просто тепло. Уже настолько тепло. Вот просто если закрыть глаза и стоять на солнце. Вот весна. Прохлада, конечно, идет от снега. И все-таки погода. Но, наверное, уже градусов на солнце, я скажу. Может быть, 7-8 даже. Просто красота. А я, ребят, вот так улыбнула. Когда останавливаешься, я буду мешать и дальше. Я только повернулась, а мама уже там воевала. Мама стоит и разговаривает, да? Да, я подержала к ней. Чуть не ушла. Да. А ты смотришь. Ребят, это такое глупое от вас. Ну, мы с Сашулечкой идем к логопеду. Что там? У нас 12 занятий. Сейчас как раз полдвенадцатого. Где-то минут 20 нам, наверное, дойти. Пока переоденемся. У меня погода вообще шикарная. Очень шикарная. Весна близко, да. Ну, что осталось-то там? Полмесяца, да? До весны. И все. И будет нам счастье. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Покажи. Вот такая красота у меня. Ручки сегодня не клеили. Забыли. Да? Ну, тут аккуратненько. Ой-ой-ой, да. Пойдем. Ой, господи. Ты бы клеил для того, чтобы... Хорошо говорить. Да, мышцы. На мышцы, да, специальные. Они как-то сильнее там разогревают или запускают. Ну, в общем. Да? Да. А снимаем их очень просто. Просто кремушком. Да. Кремом детским мажем. Очень так, обильно. Чуть-чуть, наверное, ждем. Минут пять-десять. Потом они снимаются. Потому что, если на сухую, то, конечно, тяжело отдирать эти. Ну, что это... Что у нас? Пластырь, да? Ой. Тут очень скользко. Слышите, птички поют. Весна скоро. Ну, конечно, весна. Все равно весна скоро. Как ни крути, да? Никуда не денемся. Представляете, Сашулька перестала спать. Вот, если положишь, дай бог, если один раз в неделю она поспит нормально днем. А так просто лежит. Ну, ей уже скоро шесть лет. Расскажите мне, поскольку вообще дети перестают спать днем. Потому что у меня такое ощущение, что вот этот период настал. Странно очень. Так вот спала, 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 спала. И резко просто перестала. Все. Как-то это не очень хорошо. Потому что в этот период мы можем отдохнуть. Пока она спит, какие-то дела поделать. Отдохнуть, тоже полежать. Теперь она не спит. И получается плюс два часа. Так, мы быстренько с Сашулькой прибежали. У Димы тут перерыв возник по учебе. Да. У нас сегодня... Сумма. Борщ у Сашульки, как всегда, овощной. Краковская колбаса с хлебушком. Дима даже ест так. Прям соль макает. А у меня ежики. Я вчера готовила. Немного там они у меня деформировались, распались. Но очень вкусные получились. Рис, мясо. Морковки я туда покрошила. Еще кабачок добавила. Компотик. Клубника. Красная смородина. Сейчас надо суп будет убрать. В общем, всем, кто кушает, всем приятного аппетита, ребятки. Приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Ребята, смотрите, на улице пять часов, а еще светло. А раньше бы в это время уже было темень, хоть глаз кали. Что вы думаете? Сашка опять не спала. Представляете? Тут ничего не спит. Тут лежит, просто там вздыхает, что-то делает. Не знаю. Или уже все? Смысла укладывать нету. Но что-то как-то хочется, что все-таки ребенок отдыхал, потому что и нагрузка у него какая. Все-таки учебная. Вот где-то пять, может быть, мне лет было. Я, наверное, уже днем не спала. Хотя, по сути, да, ребенок должен спать днем до школы, в общем, да? Вот когда они в школу. Семь лет идут, вот. У них это прекращается, вот этот вот сон. В общем, ладно, не знаю, что с ней делать. Еще раз поукладываю. Ну, пока укладываю, ладно. Так, я помыла капусту. Сейчас я ее буду шинковать. Очень хорошая капуста. Прям такая плотная. Купали во вкус вилл. Дорогущая. В других магазинах, ребят, не нашли. Ни в пятерке какая-то она вся такая. Растрепа на Дикси тоже посмотрели. Перекресток как-то не очень. Вот во вкус вилл была. Дорого вышло. Очень что-то как-то дорого. В общем, сейчас буду шинковать. И потом сосиски буду резать. Будет у нас соляка. Шинковала я капусту. Это у меня лишнее получилось. Это вот кастрюлька. Где-то у нас, наверное, 5 литров здесь в кастрюле. С горкой. И, конечно, это все усядет. Будет половина кастрюли. А вот это вот капусту я хочу замариновать. Маленький салатничек сделаю маринованным. У нас есть квашеная. Еще остались, кстати, банки квашеные. То, что мы делали в ведре, мы переложили в банки. Они у нас стоят в холодильнике. Одна банка осталась. Остальное мы все подъели. А я хочу сделать маринованную. Натерла еще морковки. И, кстати, в солянку тоже морковки добавлю немножечко. Ну, в общем, все. Сейчас буду готовить. Ну что, солянка наша тушится. Тут я уже сосиски положила. Ох, тут запотела. Тут я уже замариновала капусту. Накрыла тарелочкой. Сейчас остынет. И потом переложу в холодильник. Может быть, даже поставлю в этой, как его, в кастрюле. Посмотрим. Вот прям захотелось. Именно такой вот маринованной капустки. Ну, это мне сейчас потушится еще минут 20, наверное. Ладно, ребятки. Будем готовить тут, делать. Будем прощаться с вами. Огромное спасибо всем за просмотр. До новых встреч. И всем пока-пока. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.